Приветствую вас, Искандер. Прочищал ваш вопрос. И, вы знаете, свой ответ я, наверное, разделю на несколько частей, на две части, вот. Я так полагаю, то я его разделю на две части, потому что ваша проблема, она состоит именно из двух частей, как мне кажется, как мне кажется и как мне видится. Значит, первая часть проблемы состоит в том, что вы почему-то не уверены в себе, да? Вот. То есть, ну, пока в какой-то причине вы в себе не уверены. Вот. И эта неуверенность, она была задолго. Она была задолго до этой истории. Ну, вот, этой историей с отношениями, да? С неудачными отношениями вашими. То есть, вы уже, понимаете, вы уже, вы уже пришли, да? Вы уже пришли в эту ситуацию, будучи в себе не уверены. Это не связано никак с сексом, но через секс вы хотите доказать себе, в том числе самому вероятно, что вы чего-то знаете, что вы чего-то достойны, что вы чего-то стоите и так далее. Есть проблема с тем, что вы в этом сомневаетесь. Есть проблема. Есть проблема в том, что вы в этом сомневаетесь. Объективно. Вы в этом сомневаетесь. Объективно. И это скорее всего имеет место, имеет корни в вашей семье, в вашем воспитании. Вот. Например, строгий или достаточно отстраненный отец от вас. Вот. Ну и еще, еще много разных причин, может быть, сейчас мы, наверное, говорить об этом в полной мере не будем, да? С одной стороны, это первая причина. То есть первая причина, это неуверенность в себе. Это некий внутренний конфликт, который вы пытаетесь разрешить, в том числе и через секс. Вот. В том числе. Ну, другой вопрос, что у вас это может не получается. Вот. Другой вопрос, что у вас, может быть, не выходит это сделать. Потому что конфликт таким образом не разрешает. Как правило, конфликт только разрешается, в том принятии себя и в том критическом отношении к тем вещам, по поводу которых вы переживаете. Это первое. Второе. Вот второе, что можно выделить, можно и нужно выделить, это то, что вы, как вы относитесь к сексу. То есть для вас секс в силу разных причин, в силу возраста, в силу ценностных ориентиров, в силу еще ряда причин. Вот. Для вас секс это именно такое вот обособленное занятие, обособленное действие. Вы не относитесь к сексу как к чему-то естественному. Да, для вас секс это именно вот какой-то опять же способ доказать себе что-то. Понимаете? И вы решили, что у вас всегда все должно быть хорошо. Но, партнер, да, партнер, он человек. И вы человек. И у людей случаются ошибки, у людей случаются неудачи. Это нормально. Это нормально. Важно понимать, что единое для всех людей. А единым для всех людей является только, только единым для всех людей является, ну, допустим, потребность. Да? Вот. Поблема с сексуальным удовлетворением, да, просто. Это единое. И вам необходимо учиться воспринимать секс как что-то естественное. Учиться воспринимать секс как что-то, где не нужно думать, где не нужна голова, где не нужно переживать по поводу успеха, успеха, удачи, неудачи, понимаете? Вот. И для того, чтобы это стало возможным, нужно чтобы секс в отношениях был не главным. То есть, чтобы помимо секса в отношениях было что-то, что-то и ещё, например, какая-то духовная связь, например, какие-то общие цели, например, какие-то общие задачи. В конце концов, нужно, как бы это ни звучало, нужно привыкать, нужно именно привыкать к своему телу. И к телу девочки, с которой вы сексом занимаетесь. Без этого, без привыкания к своему телу, без привыкания к телу девочки, у вас, скорее всего, ничего не получится. Понимаете? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та штука. Вот. И... Это очень важный момент. который вам необходимо для себя, ну, как бы определить. Да? Да? Вот. Потому как... Потому как... Потому как... Потому как... Вы сейчас... к сексу относитесь не очень правильно, не очень адекватно. но и к отношениям, в целом, в целом, в целом к отношениям, ну, с девочками, да? Да? Ну... У вас... Эм... Тоже не... Совсем... Правильно... Эм... Ну... Отношения. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Т.е. С девочками у вас... Эм... Эм... К... Точнее. К... К... Эм... К девочкам... Вот. Эм... У вас... Эм... Эм... Ну... Такое вот отношение чисто... Эм... Как сексуальным объектом. И до тех пор, пока девочка будет для вас... Ээ... Ээ... Эээ... Эээ... Ээээ... сексуальный контакт с ней будет для вас возможностью доказать себе, ну вот, что вы способны, да, что вы можете, что вы, ну, что вы мужчина и прочее, 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 вот, вот, у вас будут проблемы, у вас будут трудности, понимаете, какая штука, вот, и, соответственно, это основная беда, соответственно, вот, и именно в снижении уровня, в снижении уровня напряжения, в снижении уровня мотивации провести успешный половой акт вам видится ваша задача, вот, да, это не снижение роли секса, а снижение именно значимости полового акта, потому что, как бы, это не главное, это не главное, да, но для этого необходимо чем-то заполнить, чем-то заполнить, как бы, вот эту пустоту, да, вот это вот то, что, ну, есть в отношении, вот, а это всегда или, значит, ну, всегда или почти всегда, всегда или почти всегда, а, значит, что-то духовное, что-то такое, вот, личностное, да, что-то связанное с личностным взаимодействием, между людьми, вот, навязчивые мысли, которые вы постоянно чувствуете, не связаны, опять же, с самим сексом, несмотря на то, что, ну, вероятно, вероятнее всего вам так кажется, вот, это не связано с сексом, это связано с вашим личностным конфликтом, вот, который у вас был до, до, до еще этой истории, вот, и, соответственно, разрешить этот конфликт вам необходимо, но сделать это через секс у вас, естественно, не получится, потому что для этого придется, придется снова и снова, да, снова и снова доказывать, снова и снова доказывать себе, доказывать себе и девушке, конечно же, что вы самец и так далее, то есть, в целом, восприятие мужской роли здесь у вас, на мой взгляд, является не, ну, неверным, да, вот, в целом, и это очень важно, это очень важно, вот, это очень важно, на самом, на самом деле, такая вот история, понимаете, да, о чем я говорю, понимаете, о чем идет речь, вот, примерно, примерно так, такой ответ я мог бы вам дать, вот, исходя из того, что вы, значит, ну, написали, вот, и от навязчивых мыслей, да, от навязчивых мыслей, мне кажется, избавляться не нужно, наоборот, нужно раскрыть то, что за ними стоит, нужно раскрыть, ну, или раскрыть причину навязчивых мыслей, чтобы понять, какие, какие желания за ними находятся, вот, ваши, понимаете, то есть, это вопрос по принятию в себя, свои сладости и одновременно, и одновременно, да, одновременно, значит, обретение некого другого, другого ориентира, не такого, какой у вас имеет место быть сейчас, сейчас, да, то есть, это ориентир на более духовную историю, для которой секс не является главным, вот. Объективно, далеко не каждые люди способны, значит, заняться сексом, да, с партнером, вот, просто так спонтанно, да, то есть, ну, у людей разная психика, и не каждый может это сделать, поэтому, поэтому иногда полезнее, особенно, если вы по природе своей достаточно чувствительный человек, вот, если вам, скажем так, не, ну, не чужда некая, некая тревожность, то имеет смысл, имеет смысл, все-таки, больше внимания уделять духовной истории, чтобы вы видели, чувствовали, что ваш партнер, значит, девушка, да, чтобы она, ну, как бы, принимает, 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 вам, вот, понимает, какая штука, вот, поэтому, поэтому, я думаю, что такой, примерно, ответ вам можно дать, с точки зрения психологии, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, именно, именно, вот, профессиональной психотерапии. И на корректирование подобных вещей, да, конечно, ну, требуется время, вот, это, сразу не работает, сразу не происходит, изменения сразу не наступают, вот, но, если вы будете заниматься, заниматься, психотерапией, да, вот, то мне кажется, что у вас, э, ну, в общем, вполне есть шанс, вот, на то, чтобы все исправить. Поймите таким образом, что навязчивые мысли это определённые желания, это определённые именно потребности, и вы себе их просто-напросто запрещаете, вот, понимаете. Такая история, я надеюсь, что это было вам полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.